Привет! С вами Сойер, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня продолжим с моноидом, сделаем практическую реализацию, которую многие просили. Смотрите, я в прошлом видео рассказывал в общем, что такое моноид, но пришли к выводу, что это паттерн. Это и в объектно-ориентированной парадигме паттерн, и в функциональной парадигме паттерн. Поэтому давайте посмотрим, как на практике его реализовать. Давайте я выберу вот такой экран поменьше, чтобы рабочего пространства было побольше. Значит, создадим файлик моноид.ts и начнем создавать нашу программу. Значит, так как мы будем писать все на TypeScript, это типизированный JavaScript, по сути, нам нужно будет ввести типы, и сегодня мы будем использовать очень активно дженерики. Значит, первый тип, который я введу, это просто, скажем так, алиас для числа, для того, чтобы читаемость программы повысилась. Мы сегодня будем делать пример из прошлого видео, где я говорил, что, например, с градусником мы снимаем температуру, и, соответственно, у этой температуры должно быть нулевое значение. Вот сейчас я вам покажу, что это за нулевое значение и как это все работает. Когда мы делаем какой-то мониторинг, собираем данные с устройств, с датчиков, у нас есть такое понятие, как измерение. У измерения всегда есть время. То есть это time-series данные, соответственно, у них есть время. Поэтому нам нужно ввести понятие времени. Мы его сделали через тип TypeStamp. Дальше нам нужно ввести понятие измерения. Это будет простейший совершенно tuple, или кортеж, по-русски говоря, который будет состоять из пары TimeStamp и измерения. И сразу вам скажу, что вот сейчас такое измерение – это ошибка на миллион долларов, что называется. Если интересно, напишите в комментариях, я расскажу подробнее. Потому что вот так типизировать измерения нельзя. Здесь нет единиц измерения. Как это сделать правильно, я расскажу в отдельном видео, чтобы сейчас не тратить на это время. Это отдельная тема, достаточно большая. Также, если интересно, расскажу, о какой ошибке на миллион долларов я говорю в контексте именно измерений. Окей. Значит, мы ввели вспомогательные типы, которые нам помогут лучше типизировать нашу программу. Теперь мы возвращаемся к нашему интерфейсу маноида. Назовем его iManoid. И i означает интерфейс, маноид означает маноид. Значит, что у нас должно быть в маноиде? В прошлом видео я сделал упрощенный интерфейс, который показывает только операцию, которая выглядела у нас следующим образом. То есть у нас есть некая бинарная операция, которая принимает на... Так, это интерфейс, здесь нам нужно только определить. Значит, у нас есть некая бинарная операция, которая принимает один и тот же тип и для аргумента А, и для аргумента В, и возвращает результат. Смотрите, на вход мы принимаем два значения, на выход возвращаем один. Следовательно, правильно можно это назвать как-то как комбинатор, агрегатор, потому что маноид, безусловно, сопоставляет двум значениям. Одно, следовательно, он сжимает, сворачивает, сужает значения, делает свертку, делает результат. То есть можно по-многому называть, но по сути действительно маноид — это некое суммирование, агрегирование, объединение. То есть это практически всегда так. Может быть, есть какие-то редкие случаи, когда можно найти что-то не так. Можно было называть интерфейс как агрегатор или компоновщик, или как-то еще. Но мы называем его маноид, потому что в математике это называется маноид. Дальше нам нужна функция zero, которая будет нам показывать, какое у нас нулевое значение у маноида. И нам нужна вспомогательная функция, которую, по идее, можно и не делать, а можно и делать. Это функция, которая позволит нам проверить, является некоторое значение типа t нулем или нет. Это важно. Почему это важно? Мы поговорим чуть позже. Смотрите, я, кстати, обращаю внимание на TypeScript, я сделал тип с маленькой буквы b. И тоже это такой лайфхак, правильное создание, правильное создание boolean. Оно должно быть, тип boolean в TypeScript должен быть с маленькой буквы. Опять же, если интересно, можно делать отдельное видео про такие интересные фишки TypeScript. Тоже пишите в комментариях. Вообще больше пишите в комментариях, потому что это очень полезно. И вот нам TypeScript сервер выделил подсказку, что маноид у нас был без дженерика описан. Окей, теперь нам, собственно, нужно сделать реализацию нашего маноида. Значит, как я уже сказал, это может быть сложение, это может быть умножение, это может быть логическая операция. Все это маноиды. Но мы возьмем такую операцию, которая тоже является маноидом, максимальное значение. И мы создадим класс MaxCenter, который будет имплементировать у нас наш маноид. И параметризацию мы его сделаем с помощью измерения. Так, вот такая у нас получается решение. Нам сразу выдается ошибка, что у нас не все операции, которые предусмотрены нашим интерфейсом, реализованы. Значит, сразу говорим, что у нас есть некий Zero. И вот здесь мы приходим к уникальному значению, которое всегда будет обозначать Zero. Zero в данном случае нужно понимать не как значение 0 градусов, а нужно понимать как некую метку, которая обозначает нет никаких измерений или дефолтное измерение. То есть это не температура. Мы не должны никаким образом учитывать это значение. Например, в поиске максимального. Это дефолтное крайнее значение, которое является нулем в математическом смысле. В математическом смысле маноида. И в данном случае это будет такое значение, которое мы будем кодировать парой нулей. То есть это уникальное значение. Это айдишка, которая говорит о том, что вот это Zero. Это специальное значение, которое не является измерением температуры. Это надо понимать. Соответственно, является ли у нас некое значение измерением. Ой-ой-ой. Так. Что-то не понажал. Измерением. Наш буллин, да? Проверяем. Берем, соответственно, из нашего кортежа извлекаем time и, назовем, пускай это, value. Соответственно, из V мы это извлекаем. И, соответственно, возвращаем time равно нулю и value. Отно нулю. Отно нулю. Вот это у нас определение нуля. Является ли значение нулем. Теперь мы переходим, собственно, к операции, которая у нас является измерением в обоих случаях. И возвращает то же измерение. Вот таким образом мы это все делаем. И теперь нам нужно проверить. Первое, что нам нужно проверить, является ли нулем значение A. Да, если оно является нулем, тогда мы возвращаем значение B. Это по определению моноида. Дальше. Мы то же самое должны проверить со значением B. Кстати, это сразу для рефакторинга. Мы могли бы сделать не интерфейс, а абстрактный класс. И вот эту часть сделать там. Потому что эта проверка, она стандартна для любых моноидов. Мы сейчас, по сути, делаем дублирующийся код. Окей. И теперь, собственно говоря, мы извлекаем значение A из параметра или из аргумента A. Значение B. Тоже здесь есть поле для рефакторинга. Если интересно, напишите в комментариях, какие вы видите варианты здесь. Соответственно, берем и уточняем. Если у нас A value больше, чем B value, соответственно, мы возвращаем его. В противном случае возвращаем B. Все. Вот мы написали наш класс, который мы забыли. Так, вот здесь прописать. Измерение нам, собственно говоря, TypeScript подсказывает. Так, 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 так. А, действительно, здесь я ошибся. Опять же, TypeScript нам подсказывает, что я возвращаю это не то. То есть я сравниваю значения, а вернуть мне нужно измерение. Вот для чего нужен TypeScript. Можно было бы ошибиться, но он нам подсказал. Окей, теперь, собственно говоря, моноиды, они, как правило, используются в сериях, в наборах, в множествах однотипных измерений, однотипных значений. То есть особенностью моноида, в силу того, что у нас, смотрите, A и B типа межа и результат типа межа, это возможность организовать цепочку вычислений. То есть результат, к результату мы снова можем применить моноид с каким-то другим значением. И эта цепочка возникает в силу термина, который называется замкнутый. В математике это называется замкнутый, то есть когда у нас все типы одинаковые, мы, соответственно, можем их последовательно применять. И это очень часто используется, например, к массивам одинаковых значений мы можем сделать всякие свертки, reduce, мы можем сделать также фильтрацию. То есть мы можем применять одну и ту же бинарную функцию к набору значений и при этом результат предыдущей функции брать как одно из значений. То есть вот такие свертки это одно из самых распространенных применений моноида. Поэтому мы сейчас его и применим. Смотрите, мы ведем свой класс, который назовем серия. И у этого класса, соответственно, будет тоже тип, тип тех значений, которые входят в серию. Ну, вы уже догадались, что это у нас будет измерение. Значит, мы берем, соответственно, конструктор, говорим, что в нем есть приватные, защищенные, опять же, смотрите, против, публичные, против приватных полей видео. То есть приватные защищенные значения, которые являются набором, массивом вот этих как раз значений типа T. Вот такой конструктор мы ввели. И дальше нам нужно ввести нашу свертку. Как раз сверткой будет использовать активно созданные нами моноиды. И теперь мы указываем, что у нас есть моноид. Опять же, моноид нам дает название. И это и моноид с типом серии. Результат у нас, соответственно, должен быть тип. Вот мы такую свертку сделали. Уже видите, как здесь используются активно дженерики. То есть мы везде потом будем подставлять конкретные типы вместо вот этих тэшек. То есть это уже, так называемое, обобщенное программирование. Окей, теперь нам нужно сказать, что у нас есть результат, который, естественно, является типом T. Который мы берем из моноида. И понятно, что первоначальное его значение это 0. То есть вот для чего нам нужен 0. То есть это дефолтное, как минимум, значение. У нас сейчас нет измерений. Чтобы это выразить, мы результату, соответственно, присваиваем значение 0. Дальше мы берем и говорим, пускай у нас будет i, равное 0. i меньше, чем длина нашего списка. И i++. Соответственно, наш результат будет теперь равняться выполнение нашего моноида с предыдущим результатом. И вот как раз эта вложенность, о которой я говорил. И, кстати, ввиду ассоциативности моноида мы можем делать это в любом порядке. Это как бы возможность парализации этих процессов нам дает. Окей. И теперь мы должны применить к нему значение. и передать. И, собственно, в конце мы должны вернуть наш результат. И сейчас, если мы все сделали правильно, по сути, наш код, который основан на моноиде, на выполнении операции с помощью моноида, он готов. Давайте теперь мы сделаем некие последовательности. С1, например, которую мы будем говорить, что это серия. Серия измерений. И теперь мы введем туда измерения. Смотрите, мы сейчас будем таймстэмп делать как индекс. Это, кстати, вполне законная операция. Ну, вот первая миллисекунда в 1970 году. Будем брать какое-то значение. Потом возьмем, давайте, еще какое-то значение. Ну, и возьмем там третье значение 120. Совершенно случайные числа, чем не связаны. Вот наши измерения. Вот мы взяли вот такую первую серию. Давайте ее теперь скопируем. И рассмотрим еще два частных случая. Это серия с одним значением. Что у нас выдаст нас алгоритм обработки. И серия вообще без значений. Давайте их просто удалим. Так, 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 так. Все это измерение. И нам нужна еще теперь instance. Instance. Manoid. А, ну, вот здесь мы опять же нам TypeScript подсказывает, что мы забыли сделать вот так. Так, что не так? Да, не сохранили файл. Так, теперь делаем, соответственно, делаем максимальное instance нашего max-t равням max-temperature. Ну и давайте сделаем простые консоли логи. Но по-нормальному, конечно, это должны были бы быть тесты, которые проверили бы наш Manoid, проверили бы наши серии. Но тесты, я уже показывал в одном видео, это дополнительное время. Не будем сейчас пока отвлекаться. Значит, S1 Reduce, то есть мы возьмем и применим наш max-tick первой последовательности. Все, сделали наши последовательности. Ну, давайте теперь запустим код, и нам станет, по сути, понятно, работать, че он или нет. Сейчас все ошибки, которые у нас есть, нам отобразятся. Так, As No Side Effects. Так, подождите. Так, Time. Понятно. Это я где-то пропустил эту ошибочку. Так, вроде все, вроде больше других ошибок нету. Да, ну вот, смотрите. Вернулось максимальное значение в случае, когда у нас было несколько значений. Вернулось одно значение, когда у нас одно значение. И когда пустой массив, пустой список значений, вернулся 0,0. Насколько вы помните, это наш 0. Это специальное значение, которое говорит о том, что not available или nothing. То есть ничего у нас там нет. И, соответственно, когда я говорил в прошлом видео про исключение, я как раз говорил о одной из частных ситуаций, когда, например, у нас нет измерений. Если у нас нет нулевого значения, вот здесь мы должны выбросить exception, мы не знаем, что вернуть, какое будет значение для пустого списка. Также в реальной жизни измерения собираются с реальных устройств. И вполне может быть, что в какой-то момент времени мы не смогли собрать измерения. И это будет не 4,0, как многие подумали. Это будет 0,0. Это будет как раз специальное значение, которое позволит нам... То есть мы можем сколько угодно вот этих пропусков сделать, и максимальное значение никак не изменится. Это надо понимать. То есть 0,0 это как раз специально закодированное значение нуля, которое есть в моноиде для того, чтобы использовать на самом деле его можно для многого, можно для сокращения. То есть, например, если две одинаковые последовательности приводят как раз к нулевому результату, то их можно выкинуть. То есть они друг друга компенсируют. Можно использовать как уникальное значение, чтобы не выбрашивать exception. Можно использовать как и инициализирующее значение, когда у нас возникает как раз какая-то логика с пустыми значениями. Еще раз, моноиды, как правило, используются с серией значений. Соответственно, их сила в том, что их можно комбинировать. Их можно комбинировать в любом порядке. Их можно раскидывать. Более того, мы можем сейчас взять... Давайте я вам даже это продемонстрирую. и сделать в нашем max-t взять s1 reduce max-t. То есть мы можем вот такую уже комбинацию сделать. Помните, я говорил, что это агрегация, это комбинирование. Причем достаточно может быть оно сложным. Вот мы возьмем и из первой последовательности возьмем max-t reduce max-t. из второй и выведем ее на экран. То есть мы взяли и скомбинировали две последовательности. В жизни это так же. Вы можете серию измерений собрали, отправили на сервер для обработки. Потом отправили следующую. То есть вы понимаете, что вот комбинации, которые возникают, здесь очень гибкая система комбинирования возникла. И так, у меня возникла ошибка. max-t op-s1 reduce max-t s2. В чем ошибка тогда? А, так, да. Здесь я забыл. Опять же, спасибо. В очередной раз. На TypeScript забыл закрыть скобочку. Ну, хотя и JavaScript тоже поругался. То есть, видите, мы взяли и вот из этих двух значений нашли максимально третьим нашим, четвертым нашим консоль логом. То есть вот такая удобная комбинация. Причем комбинация с пустыми значениями, как я уже сказал. Вы можете ее продолжать, продолжать и выкидывать вот эти пропуски, забивая их нулями. И тогда у вас получается очень такая удобная система мониторинга. Причем вы можете агрегировать эти значения, вы можете раскидывать их параллельно, вы можете собирать много-много-много подробных данных, потом их агрегировать до одного измерения. Потому что, например, взяли, вы за минуту собрали тысячу данных, а потом их сагрегировали до одного значения. То есть агрегация, она используется тоже с моноидами. И вот очень активно моноиды используются именно в множествах, в сериях, в тайм-сериях и так далее. Надеюсь, вы поняли, что это очень гибкий инструмент, и ноль в нем играет особую важную роль. И вспоминая вот нашу функцию DeepMerge, там тоже моноид. Мы можем рассматривать объединение наших массивов как патчи. Допустим, у нас есть некое изменение состояния. Каждое изменение состояния меняет только несколько наборов, несколько полей объекта. И мы можем их, в конечном итоге, из них собрать один общий объект, который будет являться конечным стейтом. И именно моноид в данном случае позволяет это сделать. Как я уже сказал, возможно, проще было бы его назвать и агрегатор, и комбинатор, или какой-то другой интерфейс, и сделать его абстрактным классом. Это тоже приветствуется, потому что многие вещи можно упростить. В общем, пишите в комментариях, если есть вопросы, если есть новые интересные темы для видео. Я постараюсь что-то снять. Надеюсь, теперь вам стало еще более понятно, что моноид это просто шаблон обработки данных. Очень спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.